Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике Дайджест. Кунгурские реки пошли на прибавление. Паводок в этом году начался позднее обычного. Первый подъем воды пришелся на майские праздники. В последний день апреля Сылва прибыла почти на 140 сантиметров. Следом за ней поднялась Ирень. Динамика составила чуть более метра. На сегодня уровень рек пошел на снижение и составляет чуть более 114 метров от уровня Балтийского моря. В целом, по прогнозам, ожидаемая высота подъема воды не более 116 метров. Это не угрожает городу. Однако последствия паводка ощутимы в Кунгурском районе. Река Бабка подтопила две автомобильные переправы в Маховском сельском поселении. На данный момент объезд транспорта организован через село Жилино, сообщают спасатели. Напомним, из-за особенностей нынешней малоснежной зимы паводок в Пермском крае ожидается рекордно низким. Большая вода не грозит южным и юго-восточным территориям края. На севере и северо-западе высота снежного покрова была близка к норме. В Кунгурском районе вновь карантин по бешенству. На территории детско-военного спортивного лагеря «Маленький принц» 26 апреля по указу губернатора Прикамье введен карантин. Причиной послужила собака, ушедшая две недели назад в лес. После ее возвращения у животного начали проявляться симптомы бешенства, и собаку пришлось усыпить. На территории лагеря была проведена дезинфекция, произведен обход дворов и вакцинация животных. Напомним, в течение двух месяцев с момента введения карантина с подконтрольной территории запрещено вывозить животных. В Кунгуре за организацию наркопритона осудили местную жительницу. В середине апреля Кунгурским городским судом за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств женщину признали виновной. Следствием установлено, на протяжении семи месяцев подсудимая предоставляла свое жилище наркозависимым лицам. Также она обеспечивала их всем необходимым для приготовления наркотиков, предоставляла посуду и воду. Судом женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако суд учел наличие у нее на иждивении трех несовершеннолетних детей и отсрочил ей реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Кунгурская прокуратура. В последнее время многие массовые мероприятия в Кунгуре по той или иной причине переносятся. А так произошло и с ежегодной весенней эстафетой, которая была запланирована в Кунгуре на 29 апреля. Однако в связи с неподходящими погодными условиями традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета была перенесена ровно на одну неделю. Она состоится в субботу 5 мая. Старт и финиш состоится на Соборной площади. Как и в прошлые годы сборы построения участников организованы возле стен городской администрации. В 10.30 начнется традиционный парад участников, а первый старт в Соборной площади ровно в 11 часов.